Он знает 50 иностранных языков и постоянно расширяет этот список. Дмитрий Петров, известный российский психолингвист и полиглот. Уже в школе он свободно читал на английском, немецком, французском и итальянском. Разработал уникальную методику, которая позволяет буквально за две недели заговорить на любом языке, даже на китайском. Преподает в Лингвистическом университете имени Мариса Тореза. Переводил встречи всех президентов России. Дмитрий Петров является руководителем Центра инновационно-коммуникативной лингвистики. Ведет интеллектуальное реалити-шоу, участники которого в телеэфире пытаются стать полиглотами. Лауреат премии правительства России в сфере образования и культуры. Женат на лингвистке уроженке Индии. Чтобы общаться со своими детьми, выучил хинди. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Вы уникальный человек. Количество языков, на которых вы можете изъясняться, оно исчисляется десятками. А вот на какой цифре вы остановили подсчет языков, которые вы знаете? Есть некоторые языки, которыми я владею достаточно профессионально. То есть могу выступать в роли переводчика, преподаю. Есть языки, с которыми я знаком более отдаленно, более шапочно. Но, скажем так, если брать такую категорию, как чтение, то порядка 50 языков. Если речь идет о профессиональном владении, то порядка 10. Все остальное между этими двумя цифрами. А белорусский язык входит в число тех языков, на которых вы можете говорить? Говорить я не могу, но очень хорошо понимаю. Я читал поэзию белорусскую. И, конечно, в продвижении белорусского языка колоссальную роль сыграла белорусская музыка, особенно песенное творчество. Мы знаем песниры и целый ряд других музыкальных коллективов. Ну и, кроме того, у меня есть семейные корни. Давайте проведем небольшой эксперимент. Я вам буду говорить слова на белорусском, а вы возможный перевод. Первое слово – веселье. Свадьба. Диван. Диван – зрелище. Нет. Ковер. Ковер, да. Дело в том, что на чешском языке девадло – это театр. Покой. Комната. Плетки. Сдаюсь. Сплетни. Сплетни, похоже. Ну и последнее слово – хмарачос. Небоскреб. Ну вот практически полное попадание. На четверочку, да. Кстати, в Беларуси два государственных языка – русский и белорусский. Большая часть населения говорит на русском. Каким образом можно сделать более популярным и белорусский? Я очень активно занимаюсь вопросами многоязычных, двух-трехязычных государств, языковой политики. И написал на эту тему ряд работ, в частности, в республике Казахстан. Вы там даже преподавали казахам казахский язык, насколько я знаю. Ну, помогал, помогал. Что касается продвижения языка, никакие административные методы в этом помочь не могут. Единственное, что способствует распространению того или иного языка – это такие факторы. Престиж – это конкурентное преимущество на рынке труда, доступ к культурным информационным ресурсам и комфортная языковая среда. То есть человек, который, к примеру, захочет овладеть хотя бы на разговорном уровне белорусским языком, должен понимать, где он сможет его применить. Для этого очень хорошо могут пригодиться индустрии развлечений, шоу-бизнес. В Советском Союзе практически все учили немецкий в школах в основном, потом стали учить английский. А вот какой сейчас язык вы бы рекомендовали нынешним школьникам изучать? Что в тренде? На данный момент английский сохраняет за собой статус такого универсального глобального языка. Но вы знаете, что Великобритания вышла из состава Европейского Союза. И с окончательным выходом из Евросоюза английский язык утрачивает статус официального языка Евросоюза. Сейчас это английский и французский, а будет французский и немецкий, скорее всего. Поэтому я бы советовал не пренебрегать немецким языком. А в глобальных масштабах это китайский и испанский. Мы привыкли к тому, что изучение языка ведется годами. Вы же утверждаете, что можете за примерно две недели начать говорить на любом языке. В чем секрет вашего метода? Секрет вот в тех словах, которые вы произнесли, начать говорить. Чтобы начать говорить, достаточно не обладать какой-то колоссальной информацией о грамматике, большим словарным запасом. Важно первое, перейти в этот эмоциональный психологический барьер, то есть перестать бояться ошибок. И второй такой математический фактор – научиться комбинировать, создавать даже из не очень большого количества элементов языка, то есть слов, достаточно большое количество комбинаций. То есть я бы сказал, если одной строчкой обозначить мой подход к освоению языка – это 50% чистая психология, 50% чистая математика. А как вот влиять на эту психологию? Здесь ключевое слово – мотивация. Мы не можем изучать язык просто абстрактно, потому что неприлично не знать язык, вот надо бы выучить язык. Мы должны понимать, очень четко видеть цель, ради которой мы это делаем. Следующий момент – мы должны воспринимать язык как среду, как новое для себя измерение, которое обладает своим цветом, вкусом, запахом, в котором комфортно существовать так же, как и в своем родном. В каждом языке есть такой аналог таблицы умножения. Несколько базовых схем, некая матрица, которая позволяет языком пользоваться. Плюс элементарный запас слов. Очень давно известна такая статистика, что 90% слов, которые мы используем в разговорной речи, это примерно 300-400 слов. Не требуются феноменальных каких-то способностей, чтобы за две недели освоить такой набор слов. Есть ли экономический эффект от знания языков? Ну, скажем так, монетизация. Никакой внешне привлеченный специалист, даже самый замечательный переводчик, не будет отстаивать интересы вашего бизнеса, вашей организации. И мы знаем, как много таких серьезных провалов произошло с серьезными международными компаниями, которые пренебрегали знаниям местных реалий, в том числе местного языка. Маленький пример. Компания General Motors выпускала один из своих автомобилей для Южной Америки. Назвали его очень хорошим словом, латинским словом «нова». «Нова» значит «новая». Машина не идет. Наняли психолингвистов, стали исследовать, в чем проблема. Выяснилось, что по-испански «нова» означает «не поедет». Поэтому это такой очень простой, но наглядный пример того, насколько важно, особенно для компании, которая работает на международных рынках, иметь специалистов, которые будут комфортно себя чувствовать в новых языковых средах. Каждый раз, заходя на новый рынок, серьезная компания должна изучать, в том числе на фокусных группах, каким образом и название, и логотип, и все слоганы, и все рекламные трюки, уловки работают на данном конкретном рынке. Потому что даже две страны, находящиеся рядом, могут совершенно по-разному воспринимать одни и те же посылы. В одном из интервью вы сказали, что язык – это мощный политический инструмент. Что вы имели в виду? Язык – это не только политический, но и экономический инструмент. То, что Голливуд, то, что популярная музыка создавались именно на английском языке, сыграло еще большую роль в продвижении этого языка, чем вся экономическая и политическая мощь Соединенных Штатов и Великобритании. Но добившись этого уровня, она стала давать уже эффект работать на усиление той самой экономической и политической мощи. Поэтому сильные страны – это те, которые обладают арсеналом из таких инструментов. Мы знаем, что небольшая Швейцария обладает колоссальной финансовой мощью в мире. Четыре государственных языка. Причем нет языковых конфликтов. Потому что это гармоничное сочетание целого ряда языков – это уже вековая история. Поэтому чем больше языков в арсенале того или иного народа, того или иного государства, тем оно более устойчиво, тем у него выше потенциал. Насколько мы знаем, вы еще являетесь и переводчиком-синхронистом, в том числе и для президентов России. А какие есть трудности перевода на высшем уровне? Трудность основная в колоссальной ответственности, которая лежит на переводчике, которые переводят либо переговоры, либо выступления глав государства, высших должностных лиц. Еще большая трудность в том, что малейшие дипломатические неточности, ляпы всегда можно списать на переводчика. Политический деятель, сделав заявление, а потом желая отыграть назад, утверждает, что его неправильно перевели. Это просто можно составить целую антологию таких примеров. Помимо просто знания языка, здесь требуется целый ряд навыков, таких как стрессоустойчивость, быстрота реакции, ситуация синхронного перевода или перевода на высшем уровне. Это, по некоторым оценкам, по экстремальности где-то приближается к космонавтам. Только ли о политике говорят президенты? Президенты, как правило, говорят обо всем, но в общих терминах. Они тезисно обозначают приоритеты политики, экономики, культурного, научного взаимодействия, даже спортивного. Затем уже чиновники рангом пониже обсуждают в деталях те или иные точки соприкосновения и взаимодействия. Всегда интересовало, а как проходят переговоры президентов по телефону? На параллельной линии, да. Сейчас технологии совершенствуются, сейчас есть видеоконференции, усовершенствованные виды скайпа. А правда ли, что в вашей практике был случай, когда вы на спор даже попытались руководить действиями президента Ельцина? Да, но это была такая невинная шалость. Я поспорил с коллегами, что заставлю Бориса Николаевича покачать головой. Ельцин слышал мой голос в наушниках, потому что я переводил телемост с ним. Сделал я это таким образом. Я сказал, Борис Николаевич, с вами говорит переводчик. Если вы меня хорошо слышите, покачайте, пожалуйста, головой. Что он и сделал? Вы являетесь ведущим интеллектуального реалити-шоу на одном из российских телеканалов. Может ли ваша программа конкурировать с другими реалити-шоу, например, с тем же Домом-2? Трудно конкурировать с Домом-2. Но я бы сказал, что из объективных достоинств нашей программы в том, что этот формат не заимствован, не переведен. И большую популярность и у методики, и у самой этой программы появилась, когда программа вышла на YouTube. И на данный момент количество просмотров где-то превысило 35 миллионов. Вышло уже 8 сезонов с английским, французским, немецким, итальянским, испанским, португальским, хинди и китайским. Вы вот в преподавании своей методики пошли еще дальше. Вот есть и программа YouTube, есть центры образовательные, приложения в телефонах. А вот в Беларуси вы планируете открыть свой центр или начать сотрудничество с какими-нибудь из университетов? Для вашей страны очень важно вот это расположение, можно сказать, в центре Европы, на перекрестке путей из Евразии и Европейский Союз. И я предполагаю, что в ближайшие годы потребуется колоссальное количество не просто переводчиков или людей, владеющих языком, а целый ряд специалистов по конкретным областям знаний. Экономисты, менеджеры, юристы и так далее, которые будут владеть даже не одним, а желательно двумя или тремя иностранными языками. Поэтому мы планируем, я не знаю, в каком формате это будет, вероятно, это будет некий филиал или может быть совместная какая-то структура, которая будет заниматься продвижением нашей методики в Беларуси. А бывали случаи, когда вот ваше знание такого большого количества языков играло против вас? Вы знаете, если я чувствую, что это знание может сыграть против меня, то я делаю вид, что не знаю этого языка. Это старый известный навык Штирлица. Да, столько много языков в одной голове, вот на каком языке вы думаете и на каком языке у вас сны? Как правило, я думаю на русском языке, но когда я нахожусь в какой-то ситуации, либо в стране, либо общаюсь с людьми, говорящими на другом языке, то я адаптируюсь на данный язык, в том числе и на уровне снов. И более того, когда взрослый человек начинает интенсивно заниматься иностранным языком, это достаточно типичный такой показатель. Через какое-то время ему начинают сниться сны на этом языке. Это хороший признак, это значит, что язык проник в подсознание и становится вашим несгораемым запасом. Спасибо большое за такое интервью. Спасибо вам. Надеюсь, что следующий наш разговор состоится на Белорусской мое. Великий дяк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова